Транссибирский арт-фестиваль подходит к концу. Сегодня Новосибирский академический симфонический оркестр сыграет под руководством Шарля Дю Туа. Один из самых востребованных и знаменитых дирижеров современности уже в третий раз участвует в фестивале. О концерте и о том, что еще ждет публику Елена Богатырева. Обладатель двух премий Грэмми и более 40 почетных званий и наград. Один из самых востребованных и знаменитых дирижеров современности Шарль Дю Туа сегодня вновь выступает с Новосибирским симфоническим оркестром. Я хочу сказать, что не вижу особой разницы до пандемии, после пандемии. Оркестры в прекрасной форме. Уж я не знаю, что они тут делали за этот год, наши разлуки, но они в великолепной форме, в чудесном состоянии. И для меня огромная радость сотрудничать с такими музыкантами. Сегодня вечером Академический симфонический оркестр исполняет под управлением Шарля Дю Туа программу, в которой переплелись традиции старого и нового света. Контраст трагическому адажио для струнных американского композитора Сэмюэля Барбера составит пятый фортепианный концерт Бетховена. Транссибирский фестиваль – уникальная возможность услышать что-то новое. Накануне Вадим Репин представил свою новую программу именно в Новосибирске. Между прочим, Москва услышит этот концерт только в будущий понедельник, 19 апреля. Дмитрий Шостакович и Густав Малер сочинение двух великих симфонистов завершат программу Транссибирского арт-фестиваля. 26 апреля на сцену вместе выйдут Новосибирский академический симфонический оркестр и симфонический оркестр Мариинского театра. Учитывая, что у каждого музыканта должна быть охранная опора для свободного воспроизведения, для своей работы, то для нас это такой челлендж. Просто посадить сейчас технически два оркестра на одной сцене, а потом, как всегда, как в любой работе, очень важна сыгранность, чтобы получилось то, что удивит, восхитит, понравится слушателям. Маэстро Шарль Дютуа во время пандемии давал только онлайн-концерты. Отменено выступление в Женеве. Тем ценнее живые встречи с публикой. Пока они возможны исключительно в России. 30 апреля Вадим Репин и Шарль Дютуа дадут концерт в Москве. Елена Богатырева, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.